Еврокомиссия обратилась с иском в Европейский суд против шести стран Евросоюза, включая Латвию, за то, что они не препятствовали интродукции инвазивных чужеродных видов, вредных для природы. Инвазивные чужеродные виды – это растения и животные, случайно или преднамеренно выпущенные в среду, где они обычно не встречаются. Врачи бьют тревогу по поводу приостановки программы трансплантации печени в Латвии, в то время как Инспекция здравоохранения продолжает оценивать случаи смерти пациентов после этой операции, в больнице страдания трансплантации не проводятся. И этот поставленный на паузу вопрос уже стоил жизни. Недавно скончался 28-летний человек, которого могла спасти только трансплантация. Депутат 14-го Сейма Глория Гревцова подала жалобу на решение Рижского городского суда в Пардаугове, которым она приговорена к 160 часам общественных работ за предоставление ложных сведений Центральной избирательной комиссии. Прокурор также опротестовал приковор как «слишком мягкий». На судебном заседании Гревцова просила оправдать ее, утверждая, что в ходе судебного разбирательства ее вина не была доказана. Национальные вооруженные силы призывают желающих до 15 июля подавать заявки на поступление в январе следующего года в ряды воздушных сил. В воздушных силах много таких профессий, которые не предлагают другие подразделения. Это летчик, пожарный техник воздушных судов и спасатель. С этой недели Рижане могут отмечать небезопасные места в городе, например, дворы, остановки, парки, участки улиц, заброшенные дома и другое на сайте esistes.riga.lv. На сайте можно высказать свое мнение не только о безопасности в Риге, но и об общественных центрах, а также поделиться опытом садоводства и огородничества. В Латвии наличные постоянно держат в кошельке 34% жителей, в Литве 44%, а в Эстонии 28%. В Латвии наличные в основном держат люди, достигшие 50-летнего возраста. В том числе 47% пенсионеров всегда имеют наличные деньги. Более половины жителей Латвии признали, что они больше не пользуются наличными для покупок. В ситуациях, когда невозможно расплатиться картой, 20% жителей не купят желаемый товар или будут искать возможность покупки у другого продавца. В следующем сезоне из репертуара Латвийского театра «Кукол» исчезнут постановки на русском языке. Но это не единственный театр, который предлагает детские постановки на русском. Среди них Рижский русский театр имени Чехова, Общество свободных актеров «Асан», Театр-студия «Атмосфера», Театр Елены Пальчевской, Театр «Абажур» и другие. Завтра на сцене кинотеатра Splendid Palace пройдет юмористический концерт «Мир уцелел, потому что смеялся в исполнении популярного комика Семена Альтова». В новой программе Альтов говорит со зрителем о том, как можно выжить с помощью юмора даже в самые тяжелые времена. На этой неделе ожидается повышение температуры воздуха. Завтра еще будет около плюс 24, а в последующие дни плюс 26-27 градусов. В риге температура воды в озере «Бабы Лейтес» поднялась до плюс 20. Температура воды в Киша-Зерсе и на Кипселе плюс 18, в Луц-Авсале плюс 17 на Румбале плюс 16. Самая холодная вода на морских пляжах в Эцеке, Вакарбуле и Даугавгриве – всего плюс 13 градусов.